Здравствуйте, дорогие зрители! Поздравляю вас с новым 2021 годом! Сегодня 1 января, а 1 января, как мы знаем, время подарков. Так почему бы и нет? Сегодня, спустя почти полгода от начала конкурса, я, наконец-то, смогу огласить его результаты. Итак, вот перед вами список участников, которые смогли полностью выполнить условия конкурса. И сейчас, среди них, мы выберем двух победителей. Итак, победителями конкурса стали... Оптимист Реалист и Усама Кажамуратов. Поздравляю! Теперь я постараюсь с вами связаться, ответив на все ваши комментарии под моими видео, и узнать ваш почтовый адрес, на который я вам и отправлю выигрыш. Понадобится ваша фамилия, имя, отчество, адрес проживания и почтовый индекс. Будьте внимательны, пишите без ошибок. Если вы не хотите писать это на весь интернет, без проблем, мы можем связаться по почте или в комментариях под видео с ограниченным доступом, которое будет удалено, как только вы передадите данные. Однако, если ты увидел в себя списки выполнивших условия, но не оказался призером, не расстраивайся. Если кто-то из призеров не вступит в процесс передачи почтовых данных в течение недели, после оглашения результатов, то я не буду проводить перераспределение, перерозыгрыш или что-либо подобное. Я просто ни с того ни с сего свяжусь с тобой и попрошу почтовые данные. Пусть это будет маленькой интригой. Сразу говорю, что видео с отправкой, как доказательство своей честности, так и саму отправку я произведу тогда, когда получу два почтовых адреса от двух призеров, чтобы отправить сразу два выигрыша, а не по отдельности. Однако, если я не продумаю такой вариант, при котором окажется так, что даст почтовые данные только один, выполнивший условия, то я не имею права называть себя перфекционистом. На этот счет есть резервный список. Вы его можете посмотреть на стоп-кадре под названием «Запасные конкурсанты». Правда, к этому времени, когда к ним подойдет очередь, пройдет уже две недели, и придется таки отправить первый выигрыш, а потом уже когда-нибудь второй. К сожалению, после того, как я отдам коробки в руки приемщика посылок, вся дальнейшая судьба отправлений останется на совести почты России. А на этом все. Дожидаемся, когда меня выпустят с карантина, потому что, да, за мной тоже идет слежка. Если я возьму и явлюсь в отделении Почты России, то нарисуются проблемы. А сейчас ставим лайки, оставляем комментарии, подписывайтесь на канал, и спасибо за участие и просмотр. Редактор субтитров – А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...